всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду пока мы жили в москве жена очень часто готовила один пирог заливной со сливами очень вкусный и рецепт очень быстрый заливной значит тесто такое жидкое как на кекс когда приехали в испанию она пару раз пробовала повторить этот рецепт но все получалось не совсем то дело в том что для него хорошие сливы не столько сладкие сколько кисловатый с такой плотной мякотью они продавались в замороженном виде уже нарезанный половинками а здесь замороженных мы ни разу не встречали а свежие здесь продаются уже достаточно зрелые такие водянистые ну не водянистые но знаете когда сливы берешь руки слегка нажимаешь она как будто сладким соком как будто водой заполнена такая колышется вся так вот вчера я в магазине встретил вот такие вот мне кажется они подойдут ну по крайней мере попробую кроме них понадобится йогурт можно заменить сметаной ваниль корица мята сахар яйца разрыхлитель сливки короче прочитайте все рецепт ну очень простой если вы купите в магазине уже замороженный то он еще и совершенно нетрудозатратный приступим вооружусь вот этой прелестью новой коллекции самуры смотрите какое чудо просто сказка сталь аус 8 ручной ковки за . вогнутая линза ну красота же ручками карта просто чудо хотя сначала надо форму высеять бумаги для вытачки и смазать стенки и дно сливочным маслом без фанатизма как-то так и вот теперь займусь сливами надо их разделить на половинки а затем удалить косточку и выложить дно формы этими сливами так чтобы во-первых они стенок не касались а во вторых чтобы между сливами миллиметров пять зазор был а а теперь тесто яйца сахар и взбить до плотной пены такой до светло-желтого цвета успевать можно и вручную венчиком и миксером кому как удобнее неудобнее пользоваться своим агрегатом отлично смотрите результат теперь вторая закладка масло не сладкий йогурт или сметаны можно заменить я говорил корица и немного лимонной цедры ну так будет достаточно немного ванильного экстракта и размешать до однородности это быстро достаточно теперь мука манка разрыхлитель и еще немного позузать довольна все заливаю сливы и можно уже отправлять духовку она должна быть разогрета до 180 190 градусов нагрев по возможности верхний нижний полку выбирайте такую чтоб пирог оказался посредине для моей духовки и моей формы на выпечку идет минут 35-40 вы же смотрите по своей потому что время выпечки зависит от реальной температуры в духовке и от размера формы то есть от толщины теста все на этом можно было бы уже завершить весь рецепт но я хочу организовать такую более эффектную подачу приготовлю сливочно-ванильно-карамельный соус взял вот стручок ванили надо из него семена вынуть ароматные вот эти и немного проварить в сливках какой жирности брать особенно не важно возьмете маложирные придется их чуть пол дольше варить до загустевания возьмете пожирнее быстрее загустеют так и сам стручок тоже сюда собственно соус то простецкий его даже и соусом назвать стыдно закипели огонь убавить до самого слабого и помешиваем путь постоит под крышкой на самом слабом огне а я пока карамель сделаю много мне не надо хватит буквально там одной треть стакана сахара отлично и вот теперь кусочек масла и вливаю практически кипящие сливки не старательно размешиваю что все растворилось как видите соус элементарный все отставлю в сторонку для подачи я буду использовать еще магазинные лимонное мороженое и свежие ягоды это не обязательно ингредиенты не переживайте можно вообще не соусом заморачиваться вообще ничем ладно ждем окончания выпечки пирога основные этапы вот такой результат для красы присыплю его сахарной пудрой тоже не обязательно на тарелочку немного карамельного ванина сливочного соуса кусочек писавкейка и украшательство несколько листиков мяты свежей несколько тонюшеньких ломтиков лимонной цедры и несколько ягодок малина и ежевика симпатично и лимонное мороженое на мой взгляд именно лимонная и лимонная цедра тут обязательно ну посудите сами карамельный сливочный ванильный карамельный соус сладкий пирог сладкий но сладко кислый за счет слив тут вот это вот лимонная кислинка мороженого как мне кажется очень хорошо теняет вот эту сладость излишнюю короче мне нравится такое сочетание вы придумайте свое ну что насмотрелись пробовать можно так начну я конечно с пирога сладко-коричневый ванильный и кислинка сливы вот сладкая кислинка не пойдет должна быть с кислинкой яркая очень классно чтобы освежить пупырышки немножко мороженое кислый с карамельным соусом да отлично снимает эту сладость просто здорово так ну и все-таки сливы надо побольше исчерпнуть ммм отличнейшее сочетание вот на мой вкус просто идеальная короче смело вам рекомендую этот рецепт как вы видите очень быстро просто даже если не заморачиваться с карамельным соусом ну мороженое-то лимонное можно всегда в магазине купить даже просто мороженое и просто такой вот пирог будет отлично и карамельный соус тоже мне кажется можно купить в магазине если уж вам лень с ним лазиться хотя видите ничего сложного и очень быстро очень просто берите рецепт на вооружение присоединяйтесь в моей борьбе со сладостями причем добавление кислинок и наслаждайтесь спасибо за компанию всем пока töря не